Ипотека, коронавирус. Насекомыми, жителями, взволнован, мягко говоря. В этом году такая ставка стала? Маленькая или большая, вот так как-то. Как можно снизить ставку по ипотеке? Чувствую, что меня точно помидорами закидают. Всем привет! Сегодня у нас в гостях директор агентства недвижимости «Этажи» Ольга Котова. Мы спросим, как коронавирус повлиял на ключевую ставку, собственно, про ипотеку и сколько стоит квадратный метр в центре нашего города. Не забудь поддержать нас лайком, подпиской и комментарием. Приятного просмотра! Ольга, за такой огромный опыт работы в недвижимости по-любому были какие-нибудь казусы. Казусы в плане, когда люди приобретали жилье и могла срываться там сделка. Конечно, было. У нас очень много межрегиональных сделок. И одна клиентка из Байкальского края продавала квартиру через нашу компанию в Рязани. Мы все проверили, ничего не предвещало никакой беды на тот момент. Она спокойно уехала в свои родные края. Мы отдали документы на переход права собственности. Конечно же, деньги мы всегда передаем после перехода. И приходит во время перехода приостановление о том, что приставы именно в эти три дня наложили арест на имущество, на квартиру за неоплату коммунальных платежей. И регистрация права собственности приостановилась. Нам пришлось, разумеется, улаживать этот конфликт. Покупатель был взволнован, мягко говоря. Но благодаря тому, что мы имеем определенную компетенцию, сделка все-таки состоялась. И большинство случаев, которые возникают, они вот такие. Приставы могут прислать штраф на тысячу рублей, сделка на три миллиона является приостановленной. И там нужно какие-то усилия бюрократических преград преодолеть, чтобы это все произошло и дошло до логического финала. Мошеннические какие-то действия, понимаете, их видно сразу. Профессиональный риэлтор, опытный юрист, он не позволит даже довести такой момент до задатка. По поводу состояния квартир. Продаются разные. Продаются такие вещи. Тут вопрос цены. То есть люди всегда платят ту цену, которую они готовы продать. Да, бывают и с насекомыми жителями там продаются. Но люди сознательно идут на это. То есть невозможно без согласия продать или купить ту или иную квартиру, какая бы она там ни была. А была какая-нибудь смешная сделка? Смешная? Нет, все только сплачем. Ипотека. Ипотека сейчас под каким процентом? От 4,5 для семьи с детьми. Новостройки под 6%. От 5,85 до 6. Это путинская программа. Она продлится до 1 ноября. Средняя ставка на где-то 8,5 на вторичку. Хорошие ставки. Можно брать. И сельская ипотека вообще под 2,7 сейчас действует. То есть Минсельхоз субсидирует часть процентной ставки за счет своих средств федерального бюджета, чтобы люди переселялись в села, чтобы люди приобретали загородное жилье. И на фоне пандемии, чтобы... Ну, такой очень хороший посыл от государства, чтобы решить не только жилищные вопросы, но и такие вот прям здоровье сберечь вообще. Вы сказали, что вторичное жилье под процентом 8. Ну, где-то 8. 8 процентов. Это вот... В этом году такая ставка стала. Ставка, она плавает. Да, сейчас ставка рефинансирования 4,25. Они периодически... Ставка, она не есть постоянная величина. Она зависит от ключевой ставки Банка России. И как только ставка меняется, ставка по ипотеке, безусловно, реагирует следом на изменение ключевой ставки ЦБРФ. Вот сейчас исторического минимума достигла ключевая ставка 4,25. Поэтому тот уровень ставок 8,5 процентов, ну, это маленькая или большая, вы так как-то на 8 среагировали. Хорошая ставка, в принципе, подъемная. Коронавирус как повлиял на процент? Вообще никак, то есть на жилищный... На процент повлиял, как изменилась ключевая ставка, на... Произошел спрос, всплеск спроса на загородную недвижимость, особенно в мае-апреле. То есть базовый спрос, в принципе, не изменился, да, там приостановились показов, чуть стало меньше, да, очных. Мы поняли, что мы не готовы к онлайн-ведению бизнеса, тоже тут понимаем, что надо прокачивать свою компетенцию. Чуть стало меньше таких вот спекулятивных сделок. Допустим, когда люди покупали новостройки на стадии котлована, да, и думали, что я заработаю там быстро на этом. Спекулятивный спрос немножко ушел, рынок так уравновесился, сбалансировался, и тренд немножко качнулся в сторону загородки. Потому что жители Москвы, Московской области, очень активно начали атаковать наши объекты, дачи, загородные дома, все больше такое готовое жилье, чтобы была возможность выехать и переждать вот этот пандемический период в более комфортных условиях, хотя бы психологически. Вот, но такого спада сильного на рынке не было, наоборот, это в этом году рынок очень живой, и спрос поддерживается и ставкой низкой вот этой по ипотеке, и программами, которые президент наш притворяет в жизни. Как можно снизить ставку по ипотеке? Обратиться в нашу компанию, сказать, у меня процент 10%, что вы мне можете предложить, мы вам скажем, окей, мы вам можем снизить процентную ставку, допустим, на 2,1% пункта. Собираем для этого пакет документов быстренько, все из нашего офиса отправляем и производим максимально бесшовно снижение ставки, что сделает более комфортным ваш платеж. А, то есть это можно сделать только в основном в риелторских компаниях? Можно пойти в любой банк, но рефинансирование делается один раз. Одна ипотека может быть рефинансирована только единожды, поэтому если сейчас возникло такое желание, сейчас самое время, потому что ставки достаточно прям низкие. Да, предпосылок к дальнейшему снижению или к росту пока не видно, но момент реально хороший. То есть нужно расходы сокращать прямо сейчас. Как стать риелтором? Вот приходит молодая девушка к вам или молодой парень к вам в компанию. Вот какой у вас срок обучения? Срок обучения, как вы учите работать риелтором? Это платно или бесплатно? Мой любимый вопрос. Спасибо, что вы его задали. Потому что вообще специфика нашей риелторской деятельности, к сожалению, такова, что пока еще отношение к этой профессии, оно неоднозначное, и люди не слишком сильно хотят стать риелторами. Если есть желание, то можно обратиться к нам, и базовое обучение, прям азам профессии у нас продолжается одну неделю. Это достаточно интенсивная интеллектуальная работа, где учат прям базису-базису, а обучение для риелтора – это стиль жизни. Постоянно происходят какие-то изменения в законодательстве, постоянно меняются ипотечные ставки, постоянно меняются программы банков. А риелтор – это универсальный такой специалист, он должен ориентироваться и в законах, и в изменениях законодательства, и в изменениях законодательства по застройщикам, и в банковских каких-то нюансах. Вот наша компания, имея развитые компетенции во всех этих отраслях, постоянно делает базовое обучение неделю, потом мы выходим в самостоятельное плавание, но у нас оно такое несамостоятельное, потому что каждому нашему выпускнику школы представляется и наставник, то есть это сотрудник с большим опытом, который будет помогать работать с собственниками, с покупателями, поможет разобраться в технической части, построить какую-то аналитику, и менеджер, который будет руководителем направлять, наставлять. Юридический департамент страхует во всех вопросах, потому что компетенция специальная, она сосредоточена, и ипотечный департамент, и HR-департамент, который будет следить за температурой, за эмоциональным состоянием, поддерживать. В общем, вот эта такая многогранная система, да, в целом риэлторского образования, она у нас построена, и пока еще она у нас бесплатна. Очень сильно и обильно застраивают Рязань. Почему так сильно застраивает Рязань? И в какую сторону больше ее застраивают, тоже если по вашим наблюдениям? Я отвечу такой, наверное, тривиальной фразой, спрос раздает предложение. У нас, при том, что активная застройка, одна из самых демократичных цен на стоимость квадратного метра в новостройках, вообще, ну, в регионе, да, в центральном и по России. И качество застройки достаточно хорошее, и люди хотят жить в более комфортных домах, они хотят жить в квартирах с автономным или индивидуальным отоплением, платить меньше за коммунальные услуги, пользоваться более комфортными придомовыми территориями, пользоваться уже более технологичными лифтами, подъезды, чтобы выглядели качественно, готовы платить разумную стоимость за содержание жилья, то есть они хотят себя чувствовать более комфортно, чем в старых домах. Самый дорогой район города Рязани? Это центр, это малый центр, где количество застраиваемой площади земельных участков не так велико, это престиж района, да, уже те, кто приобрел новостройку в спальном районе, мне хотелось бы, мы как люди с потребностями развивающимися, всегда стремимся, не можем же успокоиться, да, мы хотим жить, если квартира у нас большая, может быть, нам такую же в центре купить, да, это же будет более престижно, это статусно. Плюс еще такой фактор играет роль, как привязка к престижным школам, допустим, да, то есть люди сейчас хотят, чтобы дети учились в определенной школе и приобретают недвижимость вблизи или прописываются, да, какие-то усилия прикладывают. Ну и центр исторический, это когда у тебя квартира с видом на Кремль, ты получаешь не только моральное удовлетворение, но еще и эстетическое. Поэтому советский район, малые центры, это самая дорогая недвижимость. Цена квадратный метр, сколько сейчас в основном в центре? Стоимость? Ну, возможно, что-то около 60 тысяч за квадрат в определенных домах, но я могу от 55 до 60, по-моему. Ольга, что бы вы посоветовали людям, которые покупают квартиру? Вот прям 3-5 пунктов каких-нибудь. Обращаться к профессионалам. Второе, не торопиться. И третье, обращаться к профессионалам. И третье опять. Какие ошибки чаще всего совершают люди при покупке квартиры? Чувствую, что меня точно помидорами закидают. При покупке люди считают, что ну что такого купить квартиру? Я пойду в банк, оформлю ипотеку сам. Или зачем мне эти риэлторы? Я сейчас вон договорюсь с собственником, и все это быстро. Люди попадают в ловушку ощущения легкости проведения сделки. Это вот самая-самая большая ошибка. Как замешать? Никакого конкурса не будет, да, ведь? А что, разыграем? Ипотеку. Давайте что-нибудь разыграем. Давайте сертификат какой-нибудь от нас. А у вас есть сертификат? Какой-нибудь приз давайте. А теперь конкурс. Условия конкурса будут являться. Нужно подписаться на наш канал, ставить лайки. И нужно еще обязательно подписаться на канал Ольги. Кто, точнее всех, скажет, какое количество сделок на рынке жилой недвижимости в месяц происходит в городе Рязани за последний календарный год, то есть с сентября 19 по сентябрь 20-го, тот получит приз от компании «Этажи». Это полис страхования жилья в подарок. Конкурс у нас завершается? Какого конкурса у нас завершается? Я не... Задачу понял? Я тебе не... Это инсайдерская информация. Второй волны. Да. Окончание. Завершение конкурса 1 ноября. С вами были Юлия Евдокушина и Ольга Котова, директор компании «Этажи». Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok